Можно попросить кто-нибудь, чтобы стол протёрли, грязный стол? Хорошо. Как в свинарник какой-то попали. Свинарник не то слово. Денис Анатольевич, я возгудился. Таких с собой не взял никакой палки, неудобно держать. Да, надо было с собой таскать, поставить и снимать. Воеводина. Во, Воеводина, всё правильно. У меня тоже Воеводина взяла трубку, а на неё написать жалобу. Она не бросила просто трубку, что такое. Попробуй сейчас. Это, конечно, беспередел полный. Причём, знаешь, на фразе, что участок в течение пяти дней бросила трубку. Защищаем тех же полицейских. Тоже воеводина над говном. Под просрочкой, от некачественной. Они так поступают. Не есть, не понять. У тебя стол протрут? Да, мы верим, что только поступили. Мы верим, что только поступили. Но реализовываться они должны надлежащим образом. Полиция вообще не бросила. Короче, нам надо что-то сделать так, чтобы телефонные разговоры писались. Иногда придётся доказывать, что полиция не исполняет свои обязанности. Просто исполняет. Один звонит, другой пишет. Да, да, да. Любой звонок? Я хотел сейчас записать так, понимаешь. Но видишь, я бы хотя бы на звук записал. То есть я бы сейчас включил на громкую. Но у меня как-то начало это орать, перекать. Полиция занята. Полиция занята. Занята. Кто был свободен, а теперь полиция занята. Вот он звонит. Полиция свободна. Я сейчас, эта полиция приедет, я ещё напишу жалобу на Воеводину, которая дежурная, за то, как она себя вела. Надо вызвать ещё просто полицейского. Я уже говорю, хоть кого-нибудь, просто любого полицейского, чтобы нам что-то как-то сделать. Чтобы нам выйти, извиняюсь за выражение, пописать. Я позвоню ещё раз 102. То же туалета нету, я так понимаю. А то сейчас мы выйдем, и нас расценят, как я не знаю, там ещё какую-то фигню. Извините, я не хочу очередные 10 месяцев проводить в одном месте. Только потому, что кому-то что-то показалось. И судья потом будет тоже в моё отсутствие решать мою судьбу. Это отдельная история. Только позвоню в полицию и сразу скидывают. Так я же ещё раз говорю. Просто вот идёт звонок и сразу скидывают. Может на видео? Да, ну так не будет видно. Давай на видео, да. Вот звонок идёт, не знаю, скидывает, а не сразу не скидывает. Ну конечно, нет. Просто посмотрим. Они могут говорить, что это видимо... Там, там, видишь, связь плохая. У тебя громкость включается динамика, да? Тут видимо динамик не выдерживает. Тут нажимаешь громко, но она не... Короче, нам надо с тобой техническими средствами обживаться. Специальным телефоном, который для звонков в полицию. Здравствуйте. Ещё раз. Можно вызвать просто наряд ППС? Мне напишем заявление. А, участковый вышел уже к нам? Она сказала, что участковый к вам уже вышел. Потому что, видимо, сейчас перезвонили, там кипыш подняли. Потому что у меня был совсем невесёлый. Сейчас он будет ещё более невесёлый. Я сейчас вот гражданам советую, вот в таких ситуациях, когда сотрудники полиции что-то нарушают. В данном случае, ну, как вот у нас произошло. Есть сайт прокуратуры. Делать электронные обращения. Писать, никуда ходить не надо. Всё бесплатно. В электронном виде пишем. Пускай проверяем. Ну, Вика, для начала 112 позвонить, чтобы зафиксировать то, что... Вот как у нас произошло. Покупатель звонит в полицию. Ему говорят, что ещё не 5 дней. Понимаешь? Ну, это бред. Просто бред. Просто вообще караула. Ладно, что дозвониться невозможно. Но даже когда дозвонишься, тебе ещё трубку бросают. Это вообще. Я вот сейчас сделаю заявление, ещё в прокуратуру продублирую. Хочешь тортик поесть? Он наш. Я его купил. Слушай, вот если бы я ел сладкое, я бы его поел. Но я не ем ни хлеб, ни сахар. Ничего из этого я не ем. Не, ну... Чего? Сейчас почитай. Если там не страшно, то можно и покрыть состав. Мука, песок, маргарин. Ну... Я перешёл планку 70 килограмм. А, вверх уже пошёл. Да, да, да. А, у тебя же, да, 69 было. 66 у меня было. Я же 4 килограмма уже набрал. Я ещё ложечку попрошу. Ты поешь, да, я тут ещё. Ложечку. Заодно и проверим, что с тобой будет. И будет ли вообще что-нибудь. Смотрите, пожалуйста, у вас нет одноразового ложечка? Нет, там в зале купите ручку. Бесплатно? Почему в зале бесплатно? Не знаю, может есть бесплатно. Нет, у нас одноразовых бесплатных ручек. Так надо было сказать. Нет, у нас нет одноразовых. Не надо мне говорить. Идите там ищите и покупайте. А, да. Можете просто поедать. Я вам просто задал спокойный вопрос. Есть у вас или нет? Нет. Рассуждать это не надо. Ложку не даете, да? Нет. А почему? Нету нету. Там что-то идите ищите. Я как бы у человека. Так это что, это общепит или что? Столики стоят, значит ложка должна быть. Скажи, мы взяли уже них. Скажи, пожалуйста, по какой причине вы не можете посуду вылить? Для употребления пищи здесь. Посуду вылить. В данном случае ложечку. Ну, таких где-то обусловили? Такого. А, ну купи, купи одноразовую ложечку. Продайте. А ложечку? Ложечку. А, ложечку. Сортик не хотите? А чего ты? Он вкусный, вкусный, просроченный. С пол первого утра он просрочен. А сейчас у нас уже... Да, давай покажем, что кажется, ты именно его ешь. Да, именно его. Сейчас у нас 15. Если будет плохо, 15-10. Да, если будет плохо, будет отвечать не что-то. Будем знать от чего. Будем знать от чего и будет отвечать. Ну, ты на всякий случай, если совсем плохо там это, но кислый его, тут его конечно не ешь. Не, не ешь, конечно. Я тут попробую. Если он хороший. Я посмотрел, в принципе там такого нет. Если сметанный, то опасно конечно есть. А это бисквитное что-то. Посмотрим сейчас. Делись впечатлением. Он конечно же твердый по бокам. Ну че? Очень много масляного крема, невкусный вообще. Он изначально невкусный. Так ты крем со шкреби и чисто бисквит или что там? Он везде масляный. А, везде. А покажи средства. Это кошмар какой-то. Я его сейчас побольше сделаю. Это масляный. Тут все масляный. Я понял, понял. Я знаю, как и не на вкус. Вот это масляный. Это ж ужас. Это вообще маргаринный. Да, да. Один маргарин. Сколько он стоит? Ой, стоит очень дорого. Ну сколько? Просто по цене можно сориентироваться вообще из чего он состоит. из таких продуктов. Ужасно. 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 А цена и бога. Но больше тысячи должна быть тогда хорошей. Нет. 479 рублей. Торт не может столько стоить. Тут мы женой зашли. По 200 рублей пирожные. Купил уже. 180 рублей. Принес домой. А там написано, что там заменитель масла. Пальмовый масл. Ребята, за 200 рублей. Вот такая маленькая безюшка. Угу. Но эта морозота просто наивысшая. У него должна цена ей быть 50 рублей. Ладно, понимаю. Да. Торт, конечно, ужасный. Слушай, ходил, когда я тебе перебил. Кстати, сбоку вот эти. Немного, как, горьковатый. Не зря производитель все это устанавливает. Угу. Гадость полностью. Что такое? Это на выходных, на прошлых. Экскурсию ходили на морской вокзал, где вот эти вот корабли. Все такое. Вот. И там, короче, этих ежей продают. Там один ежик почти 500 рублей. Морские ежи, да? Ну да. Для еды типа. Не, просто надо говорить, что люди из других регионов думают ничего себе. Там ежей, конечно, продают. Ну, бегают они. Вот такой вот. Такая штучка. Вот. Я не знаю, что там. Можно есть. 100 рублей. Обалдеть. И мы такие, знаешь, мы с ребенком, типа, а можно нам эти, ну как, ракушки от них? Они же там расколупывают там. Там, ну, мидии всякие вот эти продают. Он такой на нас посмотрел, говорит, да не мне, типа, ребенку. Пошел, помыл, выбрал хорошенький, дома держат. Типа, для поделок. Угу. Посмотрел справа, да, сейчас? Ага. Он спрашивает вам, типа, какие? Говорит, да мне все равно. Он такой смотрит на меня, как все равно. Типа, тебе все равно что есть, что ли? Говорит, да мне не кушать, а вот. Ребенок там вниз, как зоопарк посетил такой. Смотри, смотри, ежиком то-то, то-то. Ладно, короче, я так понял, а то же ты будешь есть. Нет, он ужасно. Понял. Понял, так, что масло. У него вкус горький. Он уже как, уже не просто масло, он уже как тянется. Ага. Денис, вот расскажи вот про, вообще про этот хлеб. Как он, как он появляется здесь? Вот они, все равно говорят, что это собственный производ. Да, да. Воскрой секрет, что это не есть та правда, о которой говорят. Совершенно верно. Это приходит хлебом от партнеров в замороженном виде. Они просто берут замороженный продукт, ставят его и выпекают. Соответственно, у него в заморозке тоже есть свой срок годности. И, как бы, вообще должно быть указывается дата изготовления, маркировки, дата изготовления самого изначального продукта и его срок годности. А потом уже выпечки и срок годности. И даже этого нет. Ну, помимо того, что хотя бы этого нет, но не должен быть срок годности. Может, наверняка они могли прийти и просроченные уже. Столько они лежат на складах. Очень воняет. Может, самой начинкой запах приятный. Смысл в том, что, может быть, они ее даже сегодня испекли, правильно? Но когда она была произведена, вот эта заморозка прошла, которую они тут просто ее запекли, неизвестно. То есть она уже, может, была просроченная. Конечно. То есть она изначально может приходить просроченная. Они уже просто здесь, грубо говоря, подогревают. Маффины, они вообще просто... Вот маффины там черные валяются. Они просто к ним приходят. Замороженные. Их просто размораживают. Правильно? Когда я снимал с реализации, они были ледяные. Не было никаких условий. Они до сих пор холодные. Угу. То есть они при определенной температуре размораживают. И у них у всех разное. Вообще, там, 5 дней максимальный срок работы в размороженном виде. Но некоторые есть и сутки. Двое суток. Трое суток. Примени вот это слово «дефрактация». Разморозка, да? То есть это есть такое название, как... Дефрактация. 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 Вот я тоже не могу выиграть. Но смысл в том, что вот этот вот продукт, это не собственное производство. Это либо размороженное, либо заморозка затеченная. Уже здесь на месте. Да. Хотя, в принципе, размораживать продукты в месте реализации нельзя. Нельзя. По закону, да? Ну. Как с рыбой. А если разморозили, то обязательно указывают дату дефрактации вот этого слова, процедату разморозки. Здесь обязательно вот это должно быть указано. Потому что я говорю на разные. Вот как вот эти донаты. Вот эти донаты, когда они идут в упаковках заводских, там разные сроки. 48 часов, 72 часа, 5 суток. Вот как понять, сколько у этого? Может он уже, есть чего, допустим? 24 часа. И он уже просроченный. Так же, как и этот. Может быть, даже запросто. Либо не... Но все-таки все, что... Понюхай, да. Это, кстати, вроде должен быть творожным. Это вообще когда-то симпат. Искусственный какой-то. Что за творог? Только что-лишь, оно сырое. Ну... В смысле, не пропеченное. Или оно... Нет. Ну да, они... Вообще он, по идее, должен быть творожным вот этот именно. То есть, не кусочками творога, а именно сам творог с тестом. Но, опять же, где? У них вообще маленький срок годности. Вот, конечно, он не пропеченный. Белый. Вообще, с осторожностью такие вещи надо брать. Даже упакованные. Я раньше тоже думал, что здесь на самом деле пекут все. На самом деле, есть ничего не пекут. Никто не замешивает тесто. Никто ничего вот этого не делает. Получают полуфабрикаты и здесь их просто разогревают, либо пекут. Все. По поводу этого можете спросить? Ну давай, пока нет. Я не думаю, что они это сами сделают. Это все как-то одинаковое. Ну вот, откуда этот товар взят? Правильно? Пускай нам скажут, где маркировка вообще. Может быть, как они любят говорить, что это мы принесли с собой. Понимаете? Это вообще их товар или нет? Маркировка какая? Это вы сами изготавливаете? Да. То есть вы сами берете булочку, внутрь накладываете все? Да, да, да. Или оно замороженное приходит? Ну это все как правило. По технологии, которые у нас разработаны. А где вы это вообще? Вот здесь нарабовочка, да? Да, у нас технологическая плата, мы по ней работаем. А вы не в помещении это делаете, правильно? Это у вас там, да, на проекте? А где? Здесь? Да. Вот здесь, прямо вот здесь, правильно? А когда она сделана, до чего вы убежали? Убежала. Говорит, что якобы они сами берут. Ну я очень вот там сильный. Нет, так они сами выдают то, что они разогрели, это они уже сами приготовили, считаю. Ну, она говорит, что якобы вот здесь умеет это все приготовить. Где? Где телефоны лежат на зарядке? Где снег, где готовить? Ну вот смотри, вот у них сейчас вот лежит вот это сколько времени? Не знаю. Вот, кстати, можете спросить. Когда он приготовил? Вот, смотри, салат. Вот с майонезом есть салат? А, ну вот майонез, смотри. Ну да. Селедка под шубой. Какая тут температура? Есть температура у холодильника? Ну, где-то должна быть у них, наверное. Так, а салат у нас... Смотри, это упаковано в 17-го в 10-го в 58-м, упакован. А, смотри, изготовлено когда? Открывается? Сверху. Нет. А, сверху. Так. Интересно, писать, упакованно. Изготовлено когда? Не знаю. Ну, согласись, это майонез. Селедка под шубой, это майонез. А тут в составе должно быть так. С другойностью 12 часов, с какого момента? И при какой температуре? Так, строгое условие хранения. При температуре плюс 4, плюс 2, значит плюс 2, плюс 6. Адрес фасовки. То есть к ним приходит он готовый, и они здесь просто фасуют. То есть они здесь не готовят. Ага. Вот адрес фасовки, Рогозерская 4. Так, филе селье, соль пешивая, латтоза какая-то. Вкусная кислота, лимонная кислота. А где майонез? Ну, визуально я его вижу. Визуально видно, но его в составе. Надо задать вопрос. А, вот нашел. Нет, нет, нет. У них странно. Обычно люди сверху, то есть, ну ладно. Всякие ежики, стабилизаторы, по-моему, 4. Какие вообще-то очень хорошие. Помимо упаковки и даты упаковки, есть дата изготовления? Нет. Нет? Нет. Согласно техническому регламенту, такой товар считается некачественным. Правильно? Да. Невозможно отследить срок годности. Да, я, кстати, не понял, что действительно. Просто даты и время упаковки, а приготовить они могли его и вчера. Здесь изготовлено и упаковано. Угу. Вот давай сейчас покажем. Одно время. Готово и не упаковано. Вот. Так же и здесь должно быть написано, если они здесь готовят. А если они привозят его и пакуют, это совсем другая история. Ну, это конкретно фасуется здесь. Именно фасуется. А там, что ты говоришь, когда читал, откуда-то привозят, там какая-то организация? Так. Просто адрес фасовки. Да, адрес фасовки. Так, адрес фасовки, адрес производства. Это вообще непонятно. Адрес производства. Рогозерская 4. А здесь производство. Адрес фасовки. Рогозерская 4. То есть они здесь изготовили, здесь упаковали. Но даты изготовления и времени все равно нет. Угу. Ну что, молодец, Владимир Владимирович. Ну, я посмотрел, упакованы и все. Интересно здесь. А вот здесь упакованы и изготовлены. И здесь также изготовлены и упакованы. У всех, вся маркировка такая. Ну давай, для, скажем, чистоты эксперимента покажи, что написано и так, и так. Изготовлены и упакованы. То есть слово изготовлено должно быть обязательно написано. Да. И если у них и производство и здесь, то есть они приготовили и сразу же упаковали. Это если оно действительно, да, так. Ну, это маркировка тоже. Опять же изготовлено. Они же не изготавливают это. Просто подогревают кончики. Так, а сегодня 17-е число. Это просрочка. Просрочка? Да. Срок годности не более 48 часов. Вот, срок годности не более 48 часов. 9.52, 16-го были сутки, 24 часа. А 17-го 9.52 было. Ну, все, просрочка снимаем тогда. Даже ходить далеко не надо. Прямо. Да. Соответственно, если бы не было маркировки, мы бы этого не узнали. И скушали бы, как съездил. Здесь очень явный просрок. Они не снимают. Ну, хорошо, что решили посмотреть, да? Сразу показать. Видим, что оказывается. Ай-яй-яй. А у них наглый лежит просрок. Да, кстати, я поеду. Я знаю, что это... Ну, конечно, нельзя. Не умрет, да? Да в любом случае нельзя. Да, я поеду. Мы тут уже так долго находимся, что уже, значит, хочется и покушать. Правильно? Я, в принципе, готов оплатить это. Ну, конец никого и потом, да. Если она подойдет, я согласен это купить. Я думаю, сейчас уже точно никто не подойдет, они все убежали. Странно, у нас все продается. Кстати, вот она приедет, но вы будете мне спросить, чтобы она дала прокиражный журнал, когда это все приготовлено. Насколько, условия, сроки. Я так понимаю, это не подогрев. Ну, еще подогрев тоже должна быть информация. Что это? Просто не гнижаться по полу. Ну, да ладно, кушай.